9 мая россияне отметят 70-летие Великой Победы. Анапа, как и другие города Кубани, доблестно сражалась с врагом. Поэтому на курорте много памятных мест, которые не дают забыть о подвигах русских войнов. Ратная история Анапы уходит корнями в далекое прошлое. Во времена, когда на месте нынешнего курорта располагалась турецкая крепость. Именно она стала важнейшим стратегическим, политическим и опорным пунктом, который превратился в настоящий камень преткновения двух держав борьбы России с Османской империей. Пять раз в течение 45 лет русские войска отправлялись на штурм крепости. Более 12 тысяч воинов полегло под ее стенами. И только на шестой раз крепость покорилась русским. Рядом установлен памятник Алексею Даниловичу Бескровному, герою войны 1812 года, герою боев за Анапу. Бескровный родом из бывших запорожцев, переселившихся на берега Кубани. На военную службу поступил простым казаком. Прошел путь от атамана генерал-майора и до наказанного атамана Черноморского казачьего войска. Участник – 13 войн и 100 сражений. Полководческие таланты мужества командира Таманского сводного казачьего отряда сыграли решающую роль при осаде крепости Анапа. За взятие Анапы награжден орденом Святого Георгия IV степени. Человек, с которого началась история курорта Анапа – Владимир Адольфович Будзинский. Именно он открыл первый в Анапе санаторий водолечебницу летом 1900 года. Сегодня это санаторий «Маяк», который принимает на отдых лечение жителей со всей России. Памятник Будзинскому был установлен на средство санатория «Кубань» в 1998 году. Гранитный постамент доставлен из Украины. На нем надпись «От благодарных анапчан в день столетия курорта». Свято-Ануфривский храм – архитектурный памятник середины XIX века. Его строительство началось в 1829 году на месте турецкой мечети. В 1837 строительство было окончательно закончено, и его посетил сам император Николай I. В ходе Крымской войны был разрушен турками, а в 1871 началось его восстановление на пожертвования анапчан. Трагическая статистика первых лет революции фиксирует убийство священнослужителей, конфискацию церковного имущества, вскрытие святых мощей. Уже в 1929 году в стране закрылось более 400 храмов. Началась эпоха наступления на религию. Во времена хрущевских гонений в 1964 году Ануфривский храм был закрыт. Позже с него сняли купол и переоборудовали под дом пионеров и школьников. Здесь проходили пионерские слеты, пленумы городского совета, работали пионерские кружки. 1 декабря 1991 года церковь восстановлена и отреставрирована заново. Вновь ее золотой купол радует жителей и гостей нашего города, а колокольный звон напоминает о течении времени. Анапский археологический музей Горгипи является единственным в России музеем-раскопом под открытым небом. Здесь можно видеть несколько открытых кварталов Горгипи 2-го и начала 3-го веков нашей эры и магистральную улицу. Ее проезжая часть вымощена плитами, по бокам, вдоль домов тянутся тротуары. Мостовая делалась в то время, когда единственным видом транспорта являлись колесницы и повозки, запряженные валами. Благодаря тому, что на территории города есть этот памятник, наши посетители, жители города могут прийти и соприкоснуться с историей, увидеть, хотя бы представить себе воображение, как жили люди 2,5 тысячи лет назад, чем они занимались, в каких богов верили, что их вдохновляло для того, чтобы создавать шедевры, которые мы храним. Археологический музей часто посещает российский политический деятель Владимир Жириновский. В книге отзывов он оставил самые теплые пожелания. В связи с указом президента Российской Федерации о присвоении Анапе почетного звания «Город воинской славы» на улице Ленина между улицами Крепостной и Протапова 11 января этого года начались работы по установке стелы. Конструкция создавалась в Москве скульптором Салаватом Щербаковым и авторским коллективом архитекторов. Высота памятника около 15 метров. Благодаря археологам точно известно, выбранное для главного памятника Анапе место имеет историческое значение, ведь он находится там, где проходил крепостной ров и где в годы русско-турецких войн наши войска проявляли неподдельное мужество и героизм. Торжественное открытие стелы «Город воинской славы» состоится 9 мая, в день Великой Победы. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион.